Доброго рамка и слава Украине! Ну вот так вот, неделя только началась, а уже середина. Вчерашнее видео с Гелой Бежуашвили вызвало очень интересный дискусс. Одна часть говорит, что все правильно. Само общество должно проводить кропотливую ежедневную работу, которая будет приближать нас к европейским стандартам. Ну, кому не нравится слово европейское, может использовать слово британское. Это одно и то же в конечном итоге. И таким образом мы будем идти в Европу. То есть мы будем идти к тем цивилизованным стандартам, которые есть в мире. Ну, а вторая, другая, пишут, что, мол, нафиг вам эта Европа, нужно создавать свои союзы. И с теми и другими трудно не согласиться, только по части нафиг вам эта Европа. Тут явная подмена понятий. Понимаете, процесс евроинтеграции нужен не для того, чтобы кому-то приткнуться. И даже не для того, чтобы получить деньги на развитие. Деньги это дело наживное. Главное, что в этом процессе идет становление современного общества, в котором каждый, подчеркиваю, каждый будет защищен от произвола и дикости. Будет это, будет и все остальное. И знаете, я много раз повторял, что при нынешних властях невозможно выполнение условий Еврокомиссии. Но вот по здравому размышлению, для самого Иванишвили самый разумный, безопасный вариант сегодня. Выполнить все 11 условий. Выслать Мишу за границу на лечение и дать команду Соломы Зарубичури, это президент Грузии, помиловать варами. А дальше спокойно готовиться к выборам. В конечном итоге, до 2024 года, времени еще вагон и маленькая тележка. Бэк-офис у него хорошо работает и все, в общем-то, прекрасно. Но вот смотрите, что на самом деле получается. Я же сказал, 11, а не 12 условий. Правильно, условия диалергоархизации он не может выполнить. Поэтому я думаю, что если он выполнит 11, то на 12 даже могут закрыть глаза. Не факт, что закроют, не факт, что от него отвяжутся. Но если он не сделает этого, не отвяжутся точно. Так что вот вам оптимизма немного утреннего. Но я не могу оставаться до конца оптимистичным. На самом деле, пока все идет в противоположном направлении. Вчера Варибашвили повторил старую мандру противников нашего приема в НАТО о том, что, мол, пока есть территориальные споры, в НАТО нас принять не могут. Это бред. Ни в каком уставе НАТО это не записано. Официальные лица НАТО неоднократно подчеркивали, что этого нет, что в НАТО двери открыты. Лю Кофи, достаточно известный американский эксперт, предложил схему, согласно которой на оккупированной территории не будет распространяться пятая статья устава НАТО. То есть смотрите, о чем идет речь. Если, например, мы говорим о том, что пятая статья устава НАТО распространяется на всей территории, то малейшая искра, и мы имеем войну НАТО с Россией. А тут, если не распространяется, то это юридический, скажем так, казус тоже может быть преодолен. Таким образом, Гарибашвили просто озвучил, скажем так, аргументы тех людей, я не скажу Москвы, Москва просто с удовольствием их подхватывала, тех людей, которые не хотели бы нас видеть в НАТО. Но ведь премьер-министр Гарибашвили должен ходить на свидетельство НАТО. По крайней мере, он сейчас едет в Мадрид на саммит. Да, в Мадриде будет этот саммит. Он сейчас едет в Мадрид. Смотрите, как интересно получается в итоге. В итоге получается следующая вещь. У меня такое впечатление, что мечта на этот раз приняла решение поторговаться по НАТО. Чем закончилась торговля по вопросу о евроинтеграции, мы уже видели. Поэтому, чтобы вы хорошо понимали, сейчас такая ситуация, что евроатлантическая интеграция, ровно так, как евроинтеграция, это не единовременный акт. Это процесс укрепления нашей безопасности. Наших вооруженных сил и, опять-таки, наших демократических институтов. Грузия уже в Рамштайне. Грузия уже попадает по закону по лингвизу. И в этих условиях размышлизмы примут, не примут, когда примут, по меньшей мере странные. И опять-таки, сейчас вся надежда на ВСУ. Думаю, что читатели и зрители вот этого канала очень хорошо понимают, почему. Объяснять это не нужно. Поэтому верим в ВСУ и слава Украине. Хорошего дня.